Здравствуйте! В гостях у меня сегодня Мария Чернова, психолог. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Ну вот и поговорим сегодня, наверное, об осени. Осень наступила, несмотря на то, что поэты всегда воспевали как красивую, золотую и замечательную, многим становится грустно в это время года. Вот почему так происходит? Расскажите. Вы знаете, очень, как всегда, много теорий на этот счет. Ну, я люблю перефразировать классика психологии и психоанализа Зигмунда Фрейда, который говорил, что прежде чем диагностировать себя что-то, вы убедитесь, что вы в правильном направлении движетесь. Я имею в виду, что прежде чем диагностировать у себя, например, растение депрессии, можно действительно проконсультироваться с различными специалистами с точки зрения здоровья. Потому что вполне возможно, это гормональный фон. По осени, во-первых, снижается световой день, во-вторых, гораздо меньше непосредственно солнечной энергии, тепла, витаминов тоже гораздо меньше становится. И поэтому нам очень сильно не хватает меланина и серотонина, что отвечает, прежде всего, за наши эмоции. И, соответственно, если с этими делами всё в порядке, тогда уже действительно надо решать вопрос о том, почему же так грустно, тоскливо и что же с этим делать, в конце концов. А то есть на самом деле дело может быть серьёзное, да? Это не просто вот ха-ха-ха, у меня депрессия. Да, это совсем даже не ха-ха-ха, а вполне серьёзное дело, потому что с точки зрения пополнения витаминами, да, пополнения запаса, это не так всё просто, как кажется. И здесь обязательно консультация со специалистами, прежде всего с эндокринологами и с любыми другими лечащими врачами, которые, в общем, у нас вполне в доступе, в свободном, да, можно всегда записаться на приём. И, соответственно, кроме всего прочего, это очень важно следить за своим состоянием. Не просто я имею в виду, что вот у меня осень, и всё, и дальше поехали, поскакали, делать дела. Да, очень важно чувствовать своё эмоциональное состояние и с ним как-то взаимодействовать. Не просто оставлять это на воле у случая, что вот переживём, сейчас у нас то-нибудь придёт снежок, всё будет хорошо, Новый год и так далее. Да, а очень действительно отслеживать, что происходит со мной с точки зрения эмоционального, опять же, состояния. И в этой связи очень хорошо с границей живётся людям, да, они привыкли ходить к психологу, к психоаналитику, побежали, душу излили. А что делают наши граждане обычно? Они делятся друг с другом, да, или находят свободную жилетку, или, не дай бог, находят какое-то вещество в виде спиртного напитка или чего-то расслабляющего, да. Но это, во-первых, как бы, это, в принципе, нездоровый образ жизни. А с другой стороны, это, ну, скажем так, работа с последствиями, и не работа с причиной. Потому что работа с причиной – это, прежде всего, вот с физиологической точки зрения – это нехватка витаминов, нехватка света, а уже с душевной, с психологической точки зрения – это, ну, состояние апатии, состояние грусти, состояние, когда очень сложно взять себя в руки. И это действительно так. И бороться с этим, как говорят многие, это, знаете, борьба контактный вид спорта. Пока находишься в контакте, неизвестно, кто кого, да. И поэтому это надо, вот я, наверное, повторюсь ещё раз, это надо принимать, принимать своё состояние как данность. То есть у меня есть это состояние, состояние грусти, может быть, апатии, хандры, не дай богу, депрессии. И, соответственно, решить, что с этим делать. Да, и дальше уже искать направление или идти к врачу, непосредственно к физиотерапевту какому-то, или идти к психологу, или заниматься ещё какими-то способами взаимодействия с такой хандрой. Но у нас вот не слишком принято ходить к психологам. Да, у нас не очень принято ходить к психологу, потому что, опять же, есть жилетка, есть ещё какие-то другие средства. По большому счёту, психолог – это же не всегда какой-то кардинально меняющий жизнь совет или что-то, что, в общем, привнесёт в вашу жизнь ту же радость и счастье. Психологу можно просто поговорить для того, чтобы определиться, прежде всего, есть у меня проблема или нет. У меня депрессия вообще настоящая осенняя, или мне действительно просто грустно, устало и так далее. И, соответственно, здесь уже психолог, в том числе, грамотный психолог, грамотный специалист, прежде всего, направляет клиента действительно убедиться в отсутствии физиологических проблем. То есть я в нашем центре всегда рекомендую обратиться к эндокринологу, потому что это очень важно. Действительно важно убедиться, что нет дополнительных каких-то факторов, которые влияют на настроение и состояние. А вот у меня есть знакомые, несколько даже, которые, например, очень любят находиться в состоянии депрессии. Что значит «любят»? Ну вот пришла осень, всё, человеку грустно. И, ну, то есть ему хорошо, наверное, от того, что грустно, потому что у меня человек ничего не хочет. Вот чем могут грозить такие вообще состояния постоянные? Ага, он хочет находиться просто в таком состоянии? Да, чтобы жалели, чтобы говорили о какой-то бедной несчастной. Так это же замечательно, человек впадает в такое, знаете, социально приемлемое детство, да, ему очень хочется какого-то тепла, ласки, да, пожалеть и так далее, погоревать. Для него хорошо, для окружающих плохо, да, потому что, допустим, если это взрослый человек, то находящимся с ним рядом близким в этот момент как-то, ну, странно, да, был такой взрослый, серьёзный, там, весь в руках и так далее. И тут вдруг раз, и такой маленький пятилетний ребёнок. А для самого человека, в принципе, наверное, это такой отпуск для души, что ли, да, и осень вполне себе приемлемая для этого время. Другой вопрос, что если человек действительно с этим ничего не хочет делать, ну, тут же ж никто насильно мил не будет, что называется, да. А с другой стороны, осень – это действительно пора поэтов, художников, и этому способствует, как ни странно, осенняя хандра, потому что это очень хороший грусть и такой вот сплин, да, культурный. Это замечательное состояние для выражения своих творческих идей, творческого потенциала. И это действительно так, то есть это не только с точки зрения психологии, но и художественной мировой культуры уже давно подтверждено, что всё не просто так. – То есть нет худа без добра? – Нет худа без добра, да. – А всё-таки вот в каких случаях нужно, действительно, может быть, близким, да, может быть, самому, учуяв там всё это в себе, обидеть тревогу, когда начинать? – Ну, честно говоря, про тревогу я бы даже не стала говорить, я бы скорее сказала, что же делать-то, что же делать-то, бороться бесполезно, а утонуть в этом тоже страшно, потому что действительно преддепрессивные состояния могут запросто перетечь в депрессию, и вот это уже действительно серьёзно. И поэтому прежде всего привлекайте в дом солнце, заманивайте. Это может касаться обычной перестановки, буквально вещи местами поменять какие-то, знаете, не шкафы с кроватями двигать, а какие-то аксессуары. Добавляйте обязательно что-то яркое непосредственно в интерьер дома, да, квартиру. Старайтесь больше бывать на солнце. Да, понятно, что, в общем, сезон далеко не солнечный и достаточно пасмурный. Чем больше вы будете чувствовать световой день, тем легче вы будете переносить это состояние. И, разумеется, замечательный эффект оказывает общение. То есть это общение, прогулки с друзьями, может быть, какой-то осенний выезд на природу. Благо, в Рязани есть и более чем есть, куда выехать, что посмотреть, как вот я первый раз, когда приехала из Санкт-Петербурга, попала в Константиново, и меня привезли друзья туда, у меня была такая остановка дыхания, после которой я сказала, да, вот мне кажется, что здесь вот любой человек бы начал писать такие стихи, как Сергей Александрович, честно говоря, потому что там невероятные просторы, это чудесно, замечательно. Выезжайте, друзья мои, выезжайте на природу, радуйте себя, принимайте по возможности солнечные ванны. Разумеется, нужно компенсировать недостаток витаминов по всеми возможными способами и обязательно радовать себя, радовать новыми впечатлениями. Я достаточно часто говорю на консультациях и в простом общении, что у нас круг замкнутый. Каждый день мы находимся в одном и том же кругу. Работа, дом, работа. Давайте выходить за круг, давайте радоваться жизни, слава богу, она идёт. И как, опять же, говорится в хорошо известной песне, у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Поэтому вопрос отношения, да, если действительно зарываться в одеяло и в нору, и в берлогу, ну, это чревато, это чревато. Действительно, из этого состояния потом достаточно сложно выбраться. Поэтому если всё-таки у вас или у близких есть с этим сложности, вы можете обратиться как к действительно дежурному врачу, может быть, к эндокринологу, так и к психологу любой квалификации, любой категории. Обязательно вам помогут. Ну, и, конечно, давайте радовать друг друга и поддерживать. Да, обязательно. Спасибо вам огромное. И нашим телезрителям напомню, в гостях у меня была Мария Чернова, психолог. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова